Геннадий Владимирович, что-то странное происходило недавно в Дагестане. Серия терактов, во всяком случае так это называется терактами, Махачкала, Дербент, очень охраняемые, немаленькие населённые пункты в той столице Дагестана, Махачкала, слушайте. Убито огромное количество полицейских, при этом всего несколько боевиков. И вот у меня к вам ключевой вопрос. А как это назвать? Это теракт или это что-то инспирированное, непонятно кем, какие-то местные разборки? Что это было? Ну, я был один из немногих, который сказал, я вообще не назвал бы это терактом в классическом смысле этого слова. Потому что теракт – это что такое? Посеять ужас. Это значит что-то такое, связанное с захватом заложников, как правило, гражданских лиц, или расстрелом, или взрывом, или так далее. Ужас, ужас, ужас. И вот когда мы анализируем, действительно, тут мы всё правильно сказали. Я об этом сразу говорил, но сразу обратил внимание на то, что не бывает такого соотношения потерь боевиков, так называемых, и полицейских. У меня вообще предположение, что это какой-то был бунт против полицейского произвола. Потому что, посмотрите, погибло там 17 сотрудников полиции. И, как сказали дагестанские комментаторы, особо население сильно не жалеет. Ну, наверное, семьи жалеет, понятно. В семье гибель человека всегда по-иному воспринимается. А вот население, как бы, так сказать, отнеслось к этому равнодушно. По крайней мере, так утверждают некоторые дагестанские СМИ и комментаторы. И вот был ли там священник объемщенный, или он был случайный, или это было какое-то отмещение, потому что я читал его биографию, он давно очень служит в церкви, и ещё служил в разгар чеченских войн, и там проповеди произносил перед воинами и так называемыми. Поэтому, может быть, это ещё там стиль, не знаю. И надо разбираться поглубже в этом, копаться поглубже. Никто не хочет копаться поглубже, потому что не бывает такого, там, пять боевиков и семнадцать полицейских. Это они же не мальчики для битья. Ну, вот смотрите. На Кавказе всё серьёзно, там все с приоружием, и они прекрасно понимают, что там, как говорится, угроза применения оружия убийства, она высока чрезвычайно на Кавказе. Поэтому очень странный теракт. Это вот точно можно сказать, что он совершенно очень странный, необычный, не похожий ни на какие другие террористические действия, вот эта вот стрельба и убийство. Но число поражает. Потому что я знаю, как проводятся эти контртеррористические операции, методика такая, людей не подставлять, не губить. Поэтому подводят технику, подводят тяжёлые, так сказать, там, пулемёты, и гранатомёты, и огнемёты. И решают задачи, выкуривают, там, расстреливают, убивают. Как правило, в плен не берут. Редко. Если есть возможность. А если нет, значит, и нет. То есть стараются не терять личный состав при всех этих операциях. Тут вообще непонятно. Избиение младенца. Геннадий Вадимирович, ну вот в том-то и дело. Смотрите, с марта месяца уже третий большой теракт. Крокус-Сити-Холл. Странный теракт, захват заложников, охранников в ростовском СИЗО. И Крокус-Сити-Холл странный, и Ростов. Ростовское СИЗО тоже там очень много странностей. Теперь это серия терактов. Где федералы? Где силовики? Потому что, когда люди заходят из Абхазии, из серой зоны, очевидно, что разведка должна фильтровать. Очевидно, что погранцы должны фильтровать. Миграционная служба. Система не работает. Это мы давайте вот сейчас, как говорится, если мы хотим поговорить про систему, система не работает. Она не на это заточена, не на другие задачи. Она отчитывается по другим показателям. Они не способны вести борьбу с серьёзным врагом. Они способны вести борьбу с тем врагом, которым назначает там политическая власть. А это все недовольны этой властью. Вот тут они могут. Особенно те, кто не сопротивляется, не вооружён, не прячется. А наоборот, он стоит с этим плакатиком «Мир и мир». Вот я думаю, что если бы стояли люди с плакатиком «Мир и мир» в Дагестане, Дербенте или Махачкале, их бы за 2-3 минут скрутили. На это сейчас рассчитана вся система. На приезды, на обыски, на задержание толпой, на избиение, пытки и так далее. Вот на это она заточена. Она должна обеспечить господство власти. Она должна сохранять её от всяких попыток пошатать, расшатать, свергнуть. И вот эта задача главная для всей системы. А защищать народ от преступников, от арестов, от убийц, ну это, извините, если получится, да. А если нет, ну извините, правильно писали Ильфа Крепров ещё в 30-е годы, в 20-е годы прошлого столетия. Спасение утопающих, извините, дело рук самих утопающих. Ну вот, знаете, с другой стороны, тоже очень интересная деталь. Педгубернатор Дагестана, да, это господин Меликов, генерал-полковник, человек, который отдал половину жизни для как раз контртеррористических операций, который руководил и на силовом уровне МВД, и на силовом северокавказским округом. И что он нам сказал? Мы знаем, кто это сделал, но мы вам не скажем. Мы знаем, почему они это сделали, но мы тоже не скажем. Но у меня другой вопрос. Меликов, все же знают, что Меликов был человеком Шойгу. И когда были вот эти вот протесты в Махачкале, помните так называемые еврейские погромы в октябре минувшего года, Шойгу, который был в Китае, моментально прилетел обратно в Москву решать вопросы Меликова. Сейчас Шойгу уже нет. Его кланы растрепали. У вас нет такого ощущения? Шойгу, во-первых, сидит в Союзе безопасности и имеет доступ к Путину. Давайте уж вот так Шойгу совсем не будем пока хоронить. Он еще есть. И практика показывает, что он чрезвычайно опытен в аппаратных делах. Его сначала вроде бы, как сказать, уничтожил Пригожин. Уничтожил морально и психологически. Но потом оказалось, что он его аппаратно-то не играл Пригожина. Шойгу. Поэтому давайте мы с Шойгу, конечно, не будем списывать со счетов окончательно. Да, немного его отодлили. Да, немного потрепали. Да, немного-немного. Но это, может быть, Путин специально сделал для того, чтобы снизить субъектность армии, чтобы они не думали, что они самые великие, самые решающие люди. Но этот удар в Дагестане не может быть против Меликова тире против Шойгу? Ну, против Меликова, может быть, он и может быть. А вот против Шойгу тут, конечно, как бы, так сказать, левой рукой почесать правую пятку. Ну, можно, но это неудобно. Или, там, как-то левой пяткой почесать правой рукой. Вот. Поэтому тут вот эти интриги, они только понятны там посвященным, которые сидят целый день, а больше ничего не делают, кроме плитут интриги. Мы видим только одну, система гнилая. Она не способна защитить народ. Если что возникнет, а обязательно возникнет, а что возникнет? Возникнет банды. Вот сейчас эти все одуревшие, откроются, СВОшники, так называемые, вернутся. Они организуют, что они больше ничего не умеют, убивать, грабить там и так далее. Но не все, но многие. Припрут с собой огромная куча оружия, всякого. И пулеметы припрут, и гранат немерено, всяких там, и ящики патронов, и автоматы, и чего там только не будет. И что они будут делать? Деньги кончились. Да? Значит, нужно их добывать. Как они добывать будут? Как обычно. Грабежи, убийства и прочее, прочее. Образуются вооруженные банды. Вот тут и начнется. А система гнилая. А система привыкла мальчиков и девочек хватать, тащить их в участок и там избивать. Безоруженных и беззащитных. Вот и начнется, уже начинается. Не даже депутата Сталина, которая сама является способником военных преступлений, безусловно, принадлежит в партии войны, она теперь воззапила. Давайте защитим наших детей от этих подлецов-мерзавцев, которые вернулись с войны, так сказать, кроме того, что убивать, грабить и насиловать ничего не умеет. Поэтому это всё ждёт. Россия перейтись и тем гнилая. И является ли это интригой против мельников, ну, может быть, что-то поинтереснее придумать, типа, поэффективнее. Хотели бы что-то делать против мельников, значит, арестовывать его заместителей, обвинять их в коррупции, в развале, там ещё чего-то. А там наверняка есть, кого арестовывать. Вот, правда, не ходи к гадалке. Путин любит всех замаренных. Они все должны быть замарены. Им легче управлять. Вот, кстати, по поводу замаренных. Ордер на арестов выписали Шойгу и Герасимову. Сейчас их позиции в Кремле перед Путиным усилятся в связи с этим? В этой связи да, конечно. Они теперь герои. Они теперь, типа, такие же преступники, как и Путин, одной крови. Как в Маугле, помните? С тобой одной крови. Поэтому да. Но Мус, конечно, сильно подпортил себе Арина Мега. Такой же ордер выписал Кремль и Таньяков. Да. Это, я думаю, что, конечно, большой удар по ценностям. Таким образом, были девальвированы предыдущие ордера, которые выписывал Мус. Ну, вообще, мне вчера говорил как раз там с политиками. Я говорю, ребята, я чуть не понимаю, почему процесс, который так хорошо начался, признание России там государством спонсором терроризма, признание там части элиты военными, впрочем, преступника, отчитывают, как затормозились тут здесь. Вот вы же понимаете, что, ну, там говорили вчера там о Путине, не Путине и так далее. Раскол элит не может быть, если вы не начнёте работать на эту тему. Вы хотите, чтобы Путин светлый, а кто? Они должны почувствовать, что Путин кранты. А вы хотите с ним говорить, там, Макрон говорит, а я с ним поговорю. А Шольц говорит, а я с ним поговорю. Ну, а траповское окружение шлёт там сигнал, типа, вот, ребята, примите эти пункты, надо пунктиного важности и так далее и тому подобное. Поэтому в этих условиях, конечно, никакая элита, никакого Путина свергать не будет. Как она его будет свергать, если западные страны с ним хотят разговаривать и договариваться о мире? Или, может, не хотят, но, по крайней мере, такие сигналы идут. Вот, поэтому ситуация такая вот. Когда мы говорим о Шайку, там, и так далее. Вот этот оргир международного уголовного суда, он, конечно, повышает их рейтинг условный такой, но на самом деле не влияет, если по-честному. Если по-честному не влияет. Если Путин крышил их там у контрапоптинков, ну, то контрапоптит потихонечку. Как-то там, ну, будет сбегать, смещать, лишать полномочий, или там, ещё чего-то, чтобы окружение почувствовало, что эти люди списаны. Там много есть приёмов. И не обязательно там убивать полицейских, чтобы ослабить позиции какого-то Меликова. Ну, вот, не знаю. Мне кажется, что это просто прогнено где-то там до такой степени. Я, например, как-то этот теракт, как-то воспринимаю, как вот какой-то прорыв, какая-то разборка нас с силовиками. У меня такое впечатление. Я не знаю, опять-таки, я не утверждаю. Я не знаю, потому что информации крайне малая. И никто толком ничего не написал о механизмах опрушенных. Вот это вот кровавое этой бойни. Тем не менее, какая-то она очень странная. Она нетипична совершенно. Теракты в Крокус-Сити, я об этом тоже говорил. У меня впечатление, что контролируемый теракт, которым позволили случиться, возможно, не рассчитали трагизмопоследствий. Возможно. Возможно, как говорится... Ну, как там какие-то четыре узбеки сожни нахрен. Огромный гигантский центр в Москве. Что там? Мы поверили. У меня нет привычки носить лапшу корневорскую на ушах. Конечно, я не поверил в это. Тем не менее, может быть, там они хотели сделать маленький теракт, а получилось, что не рассчитали, как говорится, масштабы драмы. Что касается СИЗО, там могла быть и провокация, и могли быть реальные события. Понятно, что тюрьма из тюрьмя, это отдельные государства. Там всякие могут идти процессы, и не всегда их контролируют. И даже в СИИ. Во ВСИНе тоже есть раскол. Совершенно точно. Я это знаю. Это Владимир Осечкин и так далее. Главы с Бояриневым, с его первым замом. А? Главы ВСИН с Бояриневым, его первым замом, правильно? Ну, там, да. Нам, конечно, не на верхнем море, хотя не знаю. Но там понятно, что очень много людей, которые понимают, к чему идёт система, и что всем вам отвечают. Это ощущение уездов силовиков. Давайте поговорим как раз о тех, кто ощущает что-то. Путин списал Патрушева, убрал его, стал он помощником по кораблестроению. Как раз вооружённые силы Украины недавно уничтожили последние ракеты-носители. Да, корабль в Чёрном море, который может пускать эти ракеты. Циклон назывался этот корабль. И вот Путин вышел и сказал, что теперь, конечно, нужно строить больше кораблей, и все корабли защищать. Вот последний был уничтожен, и вот теперь только стоит защищать. И понятно, что он этот сигнал передавал Патрушеву. Как это воспринимать всё? Как унижение? И вся, в принципе, это отставка Патрушева. Нет, нет. Унижение? Нет. Ну, это некое, так сказать, Патрушев стал слишком крутым. Он был, как говорится, плоти от плоти этого, так называемого, Совета Безопасности. И будучи человеком, который, в общем-то, ну, скажем так, солировал в дуэте Патрушева-Бортников, он приобрёл огромный аппаратный, политический даже вес в России. Путину, поскорее всего, это предположение. Скорее всего, ему это не очень понравилось. Но ругаться своим ближайшим окружением, которые посвящены во все его тайны, во все его секреты, он не стал. Он, кстати говоря, вот когда мы там говорили с умными людьми по бунту, или там, мне сказали, слушай, а ты вот не подумал, ты вот говоришь там о расколе, а ты не подумал, что Путин за свои 25 лет нахождения в Кремле сильно никого не обидит? То есть там нет полюсов нервности. Но я об этом не думал. Я не думаю, что вообще, так сказать, там эмоции что-то решают. Но тем не менее. Я думаю, что он продолжает ту линию, которую начал Хрущёв. Если я кого-то снимаю, я никого там не уважаю, не уничтожаю и так далее. То есть Путин просто немного подвинул Патрушев. Вот в свою должность, когда он стал не просто там однозначно вторым человеком, а иногда и первым человеком в стране. Но чтобы не обижать, не плодить никаких проблем, он что сделал? Он взял его сын, сделал вице-премьер. Это правда, что Патрушев хотел, чтобы его сын стал преемником, чтобы он был вместо Путина? А что значит, правда или неправда? Об этом пишут все эти кремлевские всякие кремлеведы или там, как сказать, путинологи. Не знаю, как их назвать. Они всё время об этом пишут уже несколько лет. и пишут, что это комбинация такая, что Патрушев будет управлять, что сын там никакой. Но тем не менее, в общем-то, нужно его поставить на эту должность, чтобы обозначить его в главной стране. Но, допустим, всё это пишут, 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 пишут. Я всё время говорю, ребята, при Путине не будет преемник. Путин никому не отдаст власть, пока он может её осуществлять сам. Там же я не буду говорить про другие примеры. Самый близкий пример – это Назарбаев. Вот. Пусть он посмотрел и решил не рисковать. Хотя, правда, меня казахские представители, казахские лица убеждают, что Назарбаев по-прежнему в седле, и его клан в силе, и договоренности с Путиным гораздо более прочные, нежные, я там могу ожидать. Но, тем не менее, Назарбаев, может быть, он и в седле, может быть, он ещё где-то, но эту фамилию слышал крайне редко. Может быть, там какие-то его интересы экономические материальные сохранили, какие-то кадровые перестановки. Но уже не в том седле. Уже не в том седле, да. И поэтому Путин никому это седло не отдаст. Тут надо эти иллюзии выбросить из головы не Патришеву, ни никому-никому, там, ни этому саму, господи, ни Дёмину. Пока он может управлять, он будет управлять. Для него власть и жизнь слились в одно неразрывное представление о его нынешнем состоянии, о его настоящем. Будущего у него нет, у него есть только настоящий.